Индукция – это стандартный способ осуждения. В некотором смысле это вообще самый главный метод осуждения математики, потому что он дает вам возможность от конкретных фактов переходить в общий формул. Индукция – это и так далее. Часто что вы делаете и дальше говорите. И так всегда будет получаться. Вот это строго математики оформляется вот этими словами по-индукции. Представьте себе, что у нас есть шахматная доска. Представили? Из нее вырезали одну плечу. Неважно, не знаю, осталось 63 плечи. Докажите, что ту доску, которая осталась, можно разрезать на уголки. Натриюхлеточная и уголки. Я сейчас нарисую вам пример. И мы попытаемся эту самую задачу решить. Но, понимаете, примером здесь не обойдешься, потому что, я повторяю, мы не знаем, где расположена клетка. Вам советую начать с того, что просто обвести, значит, 8 на 8 доску. Отлично. Вот она, наша клетка. Вы можете у себя в тетради выбрать любую другую на трехклеточные уголки. В каждой фигурке должно быть точность, двигатель. Надо не просто сделать, а надо объяснить, что всегда удастся. Какого получения я приближу? Да, сделала? Нет, я... А что? Нет, я всегда получился, потому что... Светлана, это... А, ну, какого-то, но... Светлана, это... О, отлично. Отлично. Вот оно, то самое неправильное решение, которым я ждал. Вот это надо осознать. Пожалуйста. Смотрите, что она сказала. Мне кажется, это мое. Всегда получится... Давай. 163 клетки всегда делится на 3. Ну, что же всегда? Просто число 63 делится на 2. Отлично. А хотите, я вам дам такую задачу. Полоска из 63 клеток на 3 количества клеток делится. Полоска длиной 63. Ну, я уж не буду рисовать целиком, но понятно, да? 63. А как вы собираетесь в уголки лезть? Никак. Есть разница между необходимыми и достаточными. То есть, смотрите, одна ситуация такая. Вот скажем, если бы была вся доска исходная, с учетом вырезанной клетки, да? 64 клетки. Ну и тогда мы говорим. На 3 не делимся. Поэтому разрезать нельзя. То есть, когда вы объясняете, что что-то нельзя делать, вам достаточно увидеть какое-то препятствие. Вот вы видите, что там что-то нельзя сделать. Ну, например, почему я, не знаю, там, не могу купить, ну, я не знаю, там, скажем, самолет? Очень простая вещь. Потому что просто не хватит денег. А вот теперь, внимание, представьте себе, что есть какой-то человек, у которого вдруг вот много денег, у него есть деньги на самолет. Представьте себе, что этот человек с мешком денег идет сейчас по зданию университета. И мы у него спрашиваем, вы можете купить самолет? Смотрите, причина, что нет денег, не годится. Он идет с мешком денег, все замечательно, как Дед Мороз, да? Вот. Тут сработает другая причина, что в этом здании самолеты не продают. Но это уже более тонкая причина. Вам придется пройти по всем кабинетам и везде спросить, вы как-то самолет продаете? Вот. Ну, не думаю, что в университетских аудиториях, так сказать, люди не удивятся. Думаю, очень удивятся такому вопросу. Но, тем не менее, а вдруг где-нибудь здесь станет небольшое, кто-нибудь сидит, продаю самолет. Ребята, повторяю, если у вас есть причина для того, чтобы что-то вот там нельзя сделать, то вы ее указываете и все, нельзя. Но если вы какую-то причину проверили и вот получилось, денег хватает, это еще вовсе не значит, что вы прямо сейчас купите самолеты. Понимаете? Может, это еще масса других причин. А может быть, вообще, там, не знаю, в этом городе запрещено покупать самолеты и на веревочке их за собой везти. Мало бы, что бывает. Так вот, если вы хотите доказать, что что-то можно сделать, то недостаточно сказать, что по количеству клеток все получается. Количество клеток, делимость количества клеток на 3, это необходимое, но недостаточное обслуживание. У меня есть картинка. Картинка. Отлично. У него картинка умная. Не надо, я сейчас сам нарисую. Спасибо. У него картинка умная. А именно, он догадался рисовать не доску размером 8 на 8, а начал с доски размером фаном 2. 4 на 4. Да, потом 4 на 4. Итак, показываю, что у него там стоит. У него есть такая простая штучка. Вырезанная одна клетка и уголок. Вот он, я не знаю, как я буду показывать уголок. Давайте так, волнистой линией, хорошо? Итак, одна клетка вырезана и остался уголок. Господа, а вот теперь посмотрите, что происходит дальше. А дальше мы берем доску уже размером... Понимаете идею? 4 на 4. И говорим, все, конечно, замечательно, что на доске 2 на 2 мы сумели сделать. Но как мы это сделаем, если вырезана клеточка из доски 4 на 4? А очень просто. Мы возьмем и еще вырежем по одной клетке... Внимание! В каждой из четырех вот этих досок. Ребята, у кого есть цветные карандаши или как-нибудь... Пожалуйста, покажите, это в этой задаче главное. Доска 4 на 4 состоит из блоков. Из четырех досок. Каждая из них размером 2 на 2. Понятная идея? Когда вы вырезали одну клетку, то вы же не могли ее вырезать сразу из всех четырех блоков. Вы ее вырезали откуда-то из одного блока. А вот есть, поскольку все четыре блока в центре сходятся, есть уголок, который по одной клетке берет отовсюду. Понятная идея? Ну, а дальше понятно, что происходит. Если у меня доска не 4 на 4, а 8 на 8, то я точно так же говорю, что если четыре блока, я вырезаю вот эту вот штучку по одной клетке из каждого блока. И задача сводится к доскам 4 на 4. Так, давайте я аккуратно на этой доске покажу, как работает картинка. Как работает эта конструкция. Смотрите, вырезана одна клетка. Лично. Делю доску на 4 блока. Между прочим, индукцию. Очень любят программисты. Я не знаю, кто из вас уже, может быть, сталкивался с этим. Иногда бывает, что, когда нас дали большую задачу, удается свести ее на самом деле, по сути, такой же задачи, только меньшего размера. Ну, давайте, типичная ситуация. Вам дали, скажем, текст, в котором, не знаю, тысяча абзацев. И они пронумерованы числами, но абзацы переставлены в неправильном порядке. А надо их поставить в правильном порядке. Что вы делаете? Есть разные способы решения. Один из способов решения такой. Пройти, прочитать весь этот текст, найти, где первый абзац. Взять его, подняться вверх, поставить первый абзац. После этого, с этого места прочитать вниз, найти второй абзац. Взять его, поставить вверх. С этого места найти, пройти третий и так далее. Это способ, во-первых, приведет вас к успеху, а во-вторых, очень долго. А есть такой метод. Вот вам дали длинный-приклинный текст. Вы берете и делаете так. Режете его более-менее посередине. И говорите. Я сейчас попрошу маму вот это вот расположить абзац по порядку. И попрошу папу расположить это по порядку. А после этого скажу бабушка, иди по тексту. И вот где, видишь первый абзац, у мамы или у папы. Берешь его, и это будет правильный первый абзац. После этого, понимаете, идея такая, да? Вот. Кстати, даже если роль мамы, папы и бабушки будете выполнять вы, все равно это будет намного быстрее, чем по одному абзацу переносить. Почему? А потому что, разрезав на две части, вы сильно уменьшили размер задачи. И, соответственно, стало легче. Между прочим, если текст по-настоящему длинный, то можно даже так, можно предварительно и здесь разрезать пополам, упорядочить сначала в каждой четвертушке. Поняли идею, да? А после этого слить вот эти, потом слить вот эти, потом слить вот эти. На самом деле, есть разные методы сортировки. Не только, кто, который я сейчас сказал. Но смысл такой. Индукция часто применяется. Это сведение задачи к задаче меньшего размера. Так вот, вырезана клетка в правом нижнем в индукции 4х4 на этой доске. Значит, я сейчас вырезаю вот этот уголок. Теперь в каждой доске 4х4 у меня вырезано по одной клетке. Отлично. Теперь я делю вот эту доску на 4 блока. Вырезаю здесь уголок. Делю вот эту доску на 4 блока. Вырезаю здесь уголок. Пожалуйста, посмотрите. Это очень просто, ребята. Здесь вот клетка, поэтому вырезать уголок надо будет здесь. Здесь клетка, поэтому вырезать уголок надо будет вот такой. Смотрите, у меня уже задача сведена к доскам размера 2х2. В каждой из которых вырезан уголок. Ребята, все, фактически задачи уже решились. То есть я говорю, что вот за уголок, вот уголок. Ну я даже не знаю, имеется смысл проходить все это расспрашивать, потому что действительно все уголки, доска 2х2 без одной клетки, это и есть уголок. Смотрите. Обратите внимание, я, конечно, мог для доски размером 8х8 решить задачу перебором, потому что, в принципе, не так уж и много вариантов, откуда вырезать клетку. Но, если мне сейчас дадут доску размером 1024х1024, то точно так же я могу утверждать, что если из нее вырезана одна клеточка, то можно все разрезать на уголки. То есть я доказал общее утверждение.